Именно поэтому вы больше нигде не увидите эти кадры. Это обряд Хупа, свадьба по древней еврейской традиции. Жених, правая рука оппозиционера Алексея Навального и руководитель сети его региональных штабов Леонид Волков. А вот и невеста, она тоже работает у Навального в фонде борьбы с коррупцией, возглавляет социологическую службу. На свадьбу, сыгранную в Литве, скидывались всем миром. Шикарное празднество было оплачено из пожертвований щедрых россиян. Зачем политики собирают пожертвования? Потому что для независимого политика это самый честный и правильный способ получить финансирование. Место выбрали особое, недалеко от дворца великих князей литовских, в роскошном отеле в историческом здании старинного Вильнюса. Помимо комфортабельных люксов с антикварной мебелью, зимнего сада и пятизвездочного обслуживания, гостям была предложена кухня, рассчитанная на самых утонченных гурманов. Специально для гостей из Санкт-Петербурга была выписана группа «Большой стереофонический оркестр» во главе с композитором и музыкантом Дмитрием Максимачевым. Приглашение на торжество получили лишь самые близкие и доверенные лица. Кто же они? Это небезызвестная Мария Пехчих, возглавляющая так называемый отдел расследований ФБК. Та самая, у которой есть доступ к трусам оппозиционеров и не только Навального. Молодеющая оппозиционерка, вопреки обыкновению, в тот день старалась не налегать на алкоголь. А это Иван Жданов, особо непримечательный мальчик, но уже директор фонда борьбы с коррупцией. Петр Верзилов, создатель группы «Пуссирайт» и вдохновитель их плясок в православном храме. Здесь он стоит в кипе, в специальном головном уборе, который ортодоксальные евреи носят каждый день. Среди вип-гостей, разумеется, был и сам Алексей Навальный, ныне отбывающий срок до мошенничества. Свадебная церемония заканчивается разбиванием стакана, который заранее оборачивается тканью, чтобы не разлетелись мелкие осколки. Этот специальный обряд должен напомнить молодоженам, чтобы даже в самые радостные моменты жизни они не забывали о разрушенном 2000 лет назад Иерусалимском храме и жаждали возвращения в землю обетованную. В эти минуты жених про себя должен произносить слова «Если забуду тебя, о Иерусалим, пусть забудет меня, десница моя». На свадьбе были и другие гости, тайно оказывающие поддержку политику Навальному. Когда-нибудь мы сможем рассказать и об этих людях, но пока это останется тайной. Обращаясь к гостям вечера, Волков выразил надежду, что борьба с российской властью будет усиливаться, ну а щеки – расти. А вы, дорогие сограждане, продолжайте донать.